ну а для винограда я беру вот такой вот у меня набор препаратов от аидиума у меня скор остаток 2 миллилитра это профилактика на 10 мая 2 миллилитра здесь у меня уже остатки мелодиката последний на донышке мелодикат от мельдио что соответствует и название его расход большой поэтому если вы надумаете брать бутылку за два сезона максимум 3 если у вас немного винограда он у вас уйдет 30 миллилитров на 10 литров воды скоро 2 миллилитра на 10 литров воды чем болеет наш виноград как я уже говорил мелдио аидиум клещи зодни листовертка значит клещи зодни мы подавляем вот у меня есть и корицит от байера от немецкой фирмы теперь это протест гарден провантомай так аристит идет 5 миллилитров на 10 литров воды была фирма байер себе хорошо уже за зарекомендовала поэтому я и всецело доверяю так 5 миллилитров вот 5 миллилитров очень удобная вещь ребята не могу не нарадоваться долго раз бывает там остается на донышке шприц 20 кубовый с оботочком очень хорошо выручает есть у меня и медиан экстра но поскольку медиан экстра может вступать с некоторыми препаратами пестицидами в реакцию то есть выпадать в осадок хлопьями таким образоваться поэтому я ее не смею его не смешиваю не добавляю в боковой смесь и добавляю конечно же бора плюс бро плюс обладая высоким содержанием комплексного бора предупреждает и лечит симптомы его недостатка понижение за завязываемости трещины слабая крупность и т.д. хороший тоже препарат от фирмы villagro вернее wallagro итальянская фирма и я для себя же высчитал написал 12 миллилитров на 10 литров воды такая вязкая субстанция интересная как кисель так есть 12 но так вам видно не течет как водичка такая вяжущая жидкость у при стенка хочу еще немножко добавить такие небольшие хитрости нюансы если у вас допустим свободно есть свободное место у при стенка бетонного забора вот смотрите только это у меня голбы на ну очень вкусный виноград правда его небольшой недостаток что он только созревая буквально через пару-тройку дней начинает уже подгнивать сильно быстро перезревает поэтому нужно работать какими-то препаратами биопрепаратами которые борются с серой гнилью вот смотрите какой прирост огромный просто у бетонной стены бетонная стена аккумулирует тепло и создает здесь особый микроклимат поэтому если у вас есть место свободное вдоль забора сажать у вас будет быстрее идти процесс созревания ну а так вообще у меня вы видели вот такой вот небольшие маленькие 3 4 5 сантиметров отдельные там около 7 сантиметров побежки поэтому много колотить не буду литра 7 пройдусь у меня около 70 кустов и надеюсь мне этого будет достаточно все опять же буду идти обрабатывать а вам желаю конечно традиционных хороших рожая поменьше болячек на высших садах и огородах подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока и вот и а и а и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok